Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Мы продолжаем следить за развитием трендов, поводом для которого послужило значительное ослабление курса американского доллара, отреагировавшего на данные по инфляции. Я добавлю, что все произошло в соответствии с нашими с вами ожиданиями. И действительно, эта неделя блестяще сложилась для всех продавцов американского доллара, потому что почва ушла под ногами этого инструмента. И на данный момент индекс доллара продолжает камнем лететь вниз. Какой-то реакции на психологический уровень 100 пунктов не последовало. Сейчас котировки уже 99,27 и, поскольку на рынке сохраняется такое количество продавцов, столько уверенности, что американская валюта точно обновит новые локальные-многомесячные минимумы. Очень интересно, друзья, ваша точка зрения, ваше мнение, как долго будет продолжаться вот это вот ралли и где в ближайшие дни недели мы можем увидеть американскую валюту. И также мне очень интересно понять, согласны ли вы с точки зрения, что американский регулятор в свете последних макроэкономических отчетов не пойдет на повышение процентной ставки после июля. То есть в июле ставку поднимут, но это будет заключительным аккордом текущего цикла ужесточения монетарной политики. После чего будет сохранен статус-кво, оставлена в силе выжидательная позиция и она продлится, скорее всего, до конца этого года, когда мы начнем обсуждать перспективу даже смягчения экономической политики со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде потенциального снижения ключевой процентной ставки. Сегодня на повестке экономического календаря нет каких-то интересных релизов, поэтому не думаю, что нам что-то стоит обсудить конкретно по сегодняшнему дню. Пятница – это тот самый период, когда после удачной недели нам остается только расслабиться, друзья, и посмотреть за тем, как тренды доделают свое дело и отправят инструменты какие-то к новым локальным минимумам, какие-то к новым локальным максимумам. Но по тем активам, за которыми мы еще следим, где уровни тейк-профита еще не добиты, по ним стоит пробежаться. Давайте начнем с рынка нефти, хотя здесь тоже была сделана цель желаемой, цель на отметке 80 долларов за баррель, текущая цена уже 81.37.8. Но то ралли, которое развивается и, опять же, тот новостной фон, который сложился из-за череды, опять же, и ряда факторов, я думаю, что мы смело сейчас можем ставить на то, что рынку нефти понадобится не так уж и много дней в прямом смысле, чтобы добраться до нашей следующей цели – 85 долларов за баррель. Какие факторы поддерживают рынок нефти? Это эффект от снижения объемов нефти добычи в странах ОПЕК+. Здесь отдельный акцент делается на Саудовскую Аравию и Россию, которые продлили действие такого добровольного ограничения еще на август. Поэтому, думаю, что объемы предложения будут сокращены еще значительнее. Тем временем, американские власти зачем-то продолжают по текущих ценах пополнять статистические резервы. Правда, объемы этих пополнений мизерные, но все равно стоит отметить, что они пытаются как-то повлиять на общую ситуацию и увеличить резервы, которые находятся на минимальных уровнях за последние лет 40. Хочется выделить еще и последний доклад Международного медицинского агентства. Особо по тезисам сейчас не буду разбирать, но вот мне понравился комментарий, я на него обратил внимание, что экспорт нефти из России в июне снизился на 600 тысяч баррелей в сутки до 7,3. То есть фактически экспорт снижается существеннее, чем нам говорили об этом представители российских экспортеров. И это, конечно же, если развивать эту тему, при сохранении подобных темпов может привести к тому, что дефицит предложения на рынке станет более значительным. И нельзя обойти стороной, конечно же, доллар, который влияет на все рисковые инструменты. Нефть – это один из рисковых активов тоже. И слабость, опять же, доллара способствует повышенному спросу на эти самые рисковые инструменты. Отсюда и бычая динамика бренда ИВТ. Пара фунт-доллара 1.3138 – наша цель была достигнута. Я благополучно закрыл позицию на отметке 1.30. Если вы, опять же, друзья, держите позиции в расчете на скорое повышение процентной ставки, в том числе на 50 байсных пунктов, тоже напишите в комментариях, будет интересно понять, в принципе, насколько вы амбициозно смотрите в отношении перспектив фунта и где вы ждете британскую валюту в перспективе ближайших недель. Доллар канадец 1.3092 – мы планомерно приближаемся к нашей заветной цели 1.30. Еще неделю назад она казалась такой далекой, учитывая, что доллар канадец – это не самый высокоинтенсивный волатильный актив, интенсивный по движениям. Но то снижение, которое наблюдается сейчас, подсказывает мне, что тоже на достижение цели 1.30 понадобится всего лишь несколько дней. Канадский доллар получает поддержку на решение Банка Канады, который повысил процентную ставку и дал понять, что это не последнее повышение. Канадский доллар получает поддержку на слабости американского конкурента и на фоне развития восстановительной динамики рынка нефти. И многие считают, что канадская валюта даже может быть сейчас интереснее прочих других рисковых активов валютного рынка, потому что больше защищена, например, от коррекции американского доллара, потому что в любом случае Канадса будет поддерживать еще положительная динамика со стороны рынка нефти. И если так действительно на вскидку посмотреть, есть ли какой-то серьезный бэкграунд у других финансовых инструментов, рисковых активов, то, может быть, он согласен. Не такой уж и основополагающий. Индекс доллара 99.27. По-прежнему резонанс от данных по инфляции индекс потребительских цен снизился с 4 до 3%. Это минимальное значение с марта 2021 года. Базовая инфляция улетела с 5,3 до 4,8%. И как только рынок увидел эти данные, пришлось тут же пересмотреть ожидания по дальнейшему повышению процентной ставки. И сейчас практически мало кто верит в то, что ФРС пойдет на более чем одно повышение ставки до конца этого года. Вчера еще вышли отчеты по перечным заявкам на пособие по безработице 237 тысяч. Это лучше, чем прогнозы предполагали, которые, собственно, давали нам возможность ориентироваться на показатели 250 тысяч. Но 237 тысяч это все равно довольно-таки много, если оценивать средний показатель за последний год-полтора. Индекс цен производителей промышленной инфляции серьезное снижение с 0,9 до 0,1 в годовом выражении. Базовая инфляция потребительских цен снизился с 2,8 до 2,4%. Не поленился, друзья, посмотрел на инструмент FedWatch Tool. Так вот, вероятность более чем одного повышения процентной ставки в США до конца этого года снизилась с 36%, которая была буквально на начало этой недели, до 18%. Я думаю, что она будет дальше падать. Поэтому мой вердикт следующий. ФРС поднимет ставку на 10-25 байсных пунктов в июле, после чего сообщит о том, что готовится к завершению текущего цикла ужесточения монетарной политики. На этом фоне будем искать возможности для того, чтобы ловить доллар уже поближе к 95% и потенциально ниже. Пока что я рекомендую смело держать короткие позиции с целями 97%, вот как раз 95% в этом диапазоне. Золото – 1962 доллара за тройскую унцию. По-прежнему индекс настроения и сантимента указывает на то, что толпа в продажах. Десятилетний трежерис, облигации, которые всегда конкурируют с золотом, продолжают снижаться по доходности и тем самым больше повышают привлекательность рынка драгоценных металлов. С нетерпением жду сегодняшний отчет CFTC. Он выйдет буквально перед закрытием торговой сессии, в понедельник о нем поговорим. Но я почти уверен в том, что на этой неделе огромное количество денег ушло в золото. Мы увидим это, что в этом отчете. И интерес к золоту со стороны институциональных трейдеров, хедж-фондов, станет еще одной базой хорошей для продолжения бычьего ралли золота и ожидания того, что этот актив доберется до цели в 2000 долларов за тройскую унцию. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока!